здравствуйте дорогие друзья эта программа доктор мне только спросить на канале доктор меня зовут сергей белоголовцев здесь мы встречаемся с лучшими врачами страны задаем им наболевшие вопросы и получаем обнадеживающие ответы сегодня со мной врач-психиатр-нарколог евгений санчет невзоров здравствуйте евгений санчет здравствуйте здравствуйте сергей вы не похожи на психиатра нарколога мне не знаю я представлял всегда вас такими суровыми с такими во впавшими щеками с горящими глазами не пей не пей обязательно учту первая наша рубрика традиционная на более ло называется что у вас доктор анвалела самая самая часто встречающаяся ошибка пациентов от которой вас уже просто вы уже не можете просто уже все достаточно остановитесь не делайте так больше ну знаете этот в принципе считаю что если воспринимать ошибки пациентов так вот близко к сердцу да и говорите том что мне вот эта ошибка вот прям наболела мне это то будет сложно взаимодействовать с нашим контингентом то есть больными зависимостью но немножечко наболел поэтому но вот из таких частых ошибок это свойственно как раз нашим пациентам связи с особенностью самого самого заболевания зависимости да это конечно мысль о том что когда-то я смогу вернуться к привычному употреблению алкоголя и контролировать объем употребляемого алкоголя у меня была пациентка она была первичной то есть она первично обратилась за наркологической помощью прошла лечение в стационаре курс реабилитации мы дальше также и назначили соответствующую терапию занималась психотерапевтом психологом то есть мы полностью комплексно подошли к лечению ее заболевания регулярно меня посещала у нее на тот момент ремиссия то есть воздержание от употребления алкоголя составляла там порядка полутора лет и в один момент смотрю она не пришла на прием когда мы с ней договаривались попыталась дозвониться так до нее и не смог дозвониться то если это свойственно нашим пациентам не брать трубки когда они срываются и в один момент смотрю что она поступила как на наркологический стационар и мы после с не общались на что она мне сказала что знаете эдюйτανич встретилась подругой подруга говорит мне ну давно не пьёшь же может по бокальщику шампанского я на 결ит я подумала что но вы выпили бокальщик шампанского но я же уже давно не пью, значит, я, наверное, смогу больше не пить после этого бокала. Ошибка. Да-да-да. Это вот и есть та ошибка. Она выпила бокал, и дальше всё это переросло в запой. С последующей госпитализацией, но сейчас мы эту ошибку с ней проработали. На личном примере она это увидела. И до сих пор выдерживается от употребления в качественной ремиссии. Если я правильно понимаю, нельзя ни капли. Нет, это... Если ты прошёл вот это вот лечение, вот если ты избавился от зависимости, да, это просто животрепещущий вопрос для многих в этой стране. Ну, смотрите, избавился от зависимости – это громкие слова, конечно, потому что зависимость – это хроническое заболевание. То есть те изменения, которые происходят в головном мозге за счёт употребления систематического, да, психоактивных веществ, ну, давайте, в частности, говорить о алкоголе. Да. Когда человек начинает воздерживаться от употребления алкоголя длительное время, тем не менее, те изменения, которые происходили раньше, то есть те изменения в работе головного мозга, они хоть и редуцируются, но когда он возобновляет употребление, всё возвращается очень быстро на круги своя. Да, очень быстро. Очень быстро, да. Прямо моментально. Ну, вот это хороший пример был, когда после сразу... Хороший. Хороший. Это вот прям такой, знаете... Классический. Да, из учебника. Да. Выпила... Что-нибудь бокальчик шампанского. Да, шампанского. К этому оно и приводит, на самом деле, самая часто, наверное, ошибка наших пациентов. Вот такой вопрос у меня. Насколько, допустим, является ошибкой человека, вашего потенциального пациента, считать, что у него всё нормально? Я бы не сказал, что это ошибка. Это, опять же, одна из особенностей заболевания. Потому что есть такой термин, который часто используется в наркологии, называется назогнозия. Отрицание наличия заболевания. Такая уж особенность. В принципе, у зависимого человека и его жизненная функция – это ложь. Когда человек начинает употреблять алкоголь, а далее злоупотреблять, он обманывает себя, в первую очередь, для того, чтобы вести такой образ жизни. Он убеждает себя в том, что со мной ничего не будет. Я не стану зависимым. Это меня не коснётся никаким образом. Поэтому, конечно, это можно назвать ошибкой, но она более относится к течению самого заболевания. И с назогнозией, в частности, наркологи работают тщательно и ставят на этом акцент. Ведь если получится преодолеть именно эти мысли, отрицание наличия заболевания, дальнейшая терапия, дальнейший комплекс мероприятий по лечению зависимости будет протекать полегче. Но это очень сложно, конечно. То есть это не ошибка, это просто часть, это симптом, часть заболевания. Да. Хорошо, по-другому поставлю вопрос сейчас. Как человек для себя может определить, что он уже в лапах зависимости? Ну вот, например, я не знаю, человек каждый день вечерком выпивает два бокала. И вдруг в какой-то момент, наверное, он же понимает, что он уже без этого не может. И это уже начало болезни, и это уже та самая зависимость. Нужно определить, для чего вообще человек употребляет алкоголь. Мы, грубо говоря, можем разделить на две части. У нас есть там формирование зависимости по дофаминергическому типу и по гамм типу. Я сейчас объясню обычными словами. Алкоголь, он обладает такими функциями, он влияет на тормозящую систему, нашу нервную систему. И, соответственно, когда у человека тревога, допустим, он может употребить небольшое количество алкоголя, как говорят, что-то волнуешься, выпей алкоголь, например. И тем самым... Это мем. Это, ну, хорошо. Как сейчас говорят, это мем. Что-то психуешь, выпей бокальчик. Да-да-да, успокойся, выпей. Да, успокойся, выпей. Если у человека, допустим, такая работа, ну, вот, прям стрессовая, и поэтому он выпивает два бокальчика по вечерам, то стоит на это обратить внимание. Чаще всего вот такие пациенты, они сами знают, что у них уже сформировалась проблема с алкоголем, и обращаются за помощью к наркологам самостоятельно. Другое дело, когда человек выпивает алкоголь просто для получения удовольствия. Это, понятно, что больший пласт пациентов. Ну и как человеку самому понять... Подожди, это тоже зависимость для удовольствия? Все зависимость, все зависимость. О, боже. Ребята, мы все сегодня едем с доктором к нему. Без разницы, от чего зависимость формируется, там, от психоактивного вещества или это нехимическая зависимость, есть четкие критерии. Первый критерий – это патологическое влечение к употреблению психоактивного вещества. Патологическое влечение? Да, к алкоголю. Следующее – это рост толерантности. То есть для того, чтобы получить ту форму опьянения, которую человек, допустим, получал с бокала вина, с одного бокала, ему теперь нужно выпить, допустим, два, потом три. Естественно. Естественно. Конечно. Утрата ситуационного контроля – это вы знаете, есть некоторые люди, которые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, например. Упаси Господь, с такими встретиться. Конечно. И утрата количественного контроля, когда человек выпивает, ну вот тот же бокал шампанского, дальше не может остановиться. То есть каждое употребление алкоголя приводит до таких выраженных степеней опьянения. Пока, грубо говоря, не отключится. Хит-парад вопросов от доктора-нарколога. Три самых задаваемых пациентами вопросов вам. Самый частый, который я слышу, это по поводу безопасной дозы алкоголя. Какая безопасная доза алкоголя? То есть они хотят, люди, услышать, сколько им нарколог, врач разрешит выпивать. Чтобы с себя немножко ответственно снять, конечно. Естественно. Доктор разрешил мне выпивать бутылку вина. Но бутылка вина – это очень много, конечно. Смотрите, сразу расставим все точки на вид. Безопасной дозы алкоголя не существуют. Не существует. Не существует. И Мирная организация здравоохранения давно уже об этом сказала, что безопасной дозы алкоголя не существует. Тем более нет исследований, доказывающих о том, что польза от употребления какого-то количества алкоголя выше риска осложнений. То есть вот это то, что мы читаем порой в интернете – выпивайте за ужином один бокал красного вина. Это влияет положительно на сердце, на кровообращение, на работу головного мозга. Это всё враньё. Не открываем это больше. Мы можем сказать так, что та польза, о которой они говорят, она сильно меньше риска тех осложнений, которые может привести к употреблению алкоголя. То есть польза какая-то есть, но отрицательный вектор, он, возможно, гораздо сильнее. Но я бы не говорил, что от этого какая-то есть прям польза. То есть пользы нет? Давайте скажем, пользы нет, да. Развенчаем ещё один миф. Лучше вы от нарколога услышите, что пользы от употребления алкоголя нет. Смотрите, если вам в качестве профилактики – ну как вообще? Это же звучит даже глупо – в качестве профилактики советовать употреблять алкоголь. Этанол само по себе вещество, оно абсолютно разрушительным эффектом обладает на организм. Ладно, вот те осложнения на физическое здоровье, которые он может приносить, и также и на психическое здоровье. И об этом люди не думают. Доктор же сказал по одному бокалу вина пить один раз в неделю. Но мы не можем знать, что этот человек не разрешит себе выпить, допустим, два бокала вина в неделю. Он уже не будет получать того ощущения, которое он получал от одного бокала вина. Дальше это может перерасти в три бокала, дальше может перерасти уже все выходные и так далее, и формироваться зависимость. И уже те последствия сформированной алкогольной зависимости, с которыми он столкнётся, они уже будут куда плачевнее, чем те состояния, которые он собирался профилактировать употреблением одного бокалу вина. Я понял вас. Я понял вас. Есть хороший пример, есть такой фильм, ещё по одной называется. Прекрасный фильм. Вы смотрели, да? Конечно. Вот. Это прям такой пример того, как это происходит. И про рост толерантности, и про последствия, которым это приводит. Такой показательный хороший фильм. Ещё вопросы у нас, на самом деле, которые часто задают наркологам, что безопаснее. То есть, употребление алкоголя или каких-то психоактивных веществ. Бывает такое. Слышите, и от самих зависимых людей. Тут стоит понять, что нету каких-то таких жёстких критериев сравнения, и то, и то абсолютно вредно для вашего организма. Давайте мы немножечко уточним вот этот термин. Это, ну, будем откровенны, про наркотики мы говорим. Да, 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 наркотики, конечно. Алкоголь или наркотики? Да. Алкоголь тоже психоактивное вещество. И то, и то вредно. Абсолютно. Любое употребление психоактивных веществ. По-разному просто, да, наверное, вредно? Конечно, конечно. Это по-разному влияет. Разные мишени в головном мозге у этих психоактивных веществ на разные рецепторы они воздействуют, но, тем не менее, приводят к тем или иным последствиям для здоровья, ну, не только физического, но и психического, конечно. То, о чём реже всего вспоминают. И то, что первое появляется у нас. А давайте вот немножечко поподробнее, буквально несколькими чёрточками. Давайте. Понятно, да, как человек, который пьёт алкоголь, у него там с желудком будут проблемы, и с печенью, и с там, не знаю, с кровообращением. А вот именно вот эта штука, как для неё вреден алкоголь или там расширяющие какие-то препараты? Ну, алкоголь же, вот опьянение, которое человек чувствует, это же воздействие как раз этанола на нейромедиаторную систему. У нас есть в головном мозге система подкрепления, скажем так, в которой вырабатывается нейромедиатор определённый, ну, такое вещество, которое у нас отвечает за наше настроение и так далее и тому подобное. Есть очень, ну, много, в принципе, нейромедиаторов участвует в этом. Алкоголь же воздействует таким образом, как и любое психоактивное вещество, что оно искусственно увеличивает выброс этого нейромедиатора, поэтому человек чувствует вот эту эйфорию, да? Да. То, что ему нравится. Соответственно, когда он перестаёт употреблять алкоголь, настроение снижается, потому что был сильный выброс этого нейромедиатора в этой системе. Отложительность, неприятие каких-то противоречащих факторов, да, которые он слышит или видит. У человека, ну, грубо говоря, портится характер. Грубо говоря, да. Это хорошо. Это прямо реально, грубо говоря. Хорошо это видно при сформированной зависимости. Вот эти запои, про которые все знают прекрасно, когда человек употребляет там 7-10 дней, это говорит о сформированной второй стадии синдрома зависимости от алкоголя. И там уже происходят такие изменения в нейромедиаторной системе, что вот... Вот здесь. Да, да, да. Соответственно, такие изменения в голове, которые и показывают. Когда вот человек у нас перестаёт употреблять алкоголь, да, у него возникает то, что называют похмелье. В наркологии это называется синдром отмены, да, там алкоголя или абстинентный синдром. И как раз там ярко видно стойкое снижение настроения, раздражительность, тревога выраженная. У нас алкоголь, он влияет на тормозную систему нашей нервной системы. И, соответственно, когда влияние это уходит, у нас есть также возбуждающая система, которая начинает, грубо говоря, на этих весах превалировать, что и приводит вот ко всем подобным проявлениям. Хорошо, с вопросами разобрались, мне кажется. Случай из практики. Доктор, ну вот смотрите, да, это вот моя любимая рубрика «Случай из практики». Вот сейчас это я буду спрашивать не из любопытства, вот расскажите какой-нибудь там забавный или там трагический случай, или трогательный случай, а просто чтобы на примере, на живом, как-то более доходчиво растолковать нашему зрителю о том, чего делать нельзя и чего делать можно. Ну, наверное, скорее нельзя в нашей беседе. Вот какой-нибудь случай забавный. Ну, вы нам рассказали случай про бокал шампанского. Ну, в общем, очень выпуклый, очень такой понятный. Что-нибудь еще? У меня был один забавный случай, который я запомнил из своей практики. Я тогда только начал работать в наркологическом диспансере, и к нам, бывает, направляет комиссия по делам несовершеннолетних, родителей из неблагополучных семей с целью проведения обследования на наличие или отсутствие наркологического заболевания. Стоит сразу отметить, что этот пласт пациентов максимально лживый. Подожди, дети или родители? Родители. Родители. Да. Максимально лживый. Прекрасное определение. У нас есть некоторые пациенты, которые, знаете, могут преуменьшать объемы употребления, что-то недоговаривать. А тут, вот ты перед фактом человек ставишь, у нас есть такая-то информация, он говорит, что нет, это все ложь, это вообще не я был. И вот так же было с этой пациенткой. Показалось, причем, достаточно женщиной воспитанной, интеллигентной, хорошо одета была. Все, что она говорила, было похоже на правду. Но мы берем и проводим объективные исследования, берем анализы. Помимо того, что проходит осмотр врача психиатра-нарколога и также психолога, мы берем анализ мочи на психоактивные вещества и алкоголь. И анализ крови на специфические маркеры употребления алкоголя. Все это человек сдает в один день. Единственное, что мы ждем, это вот, когда нам придут результаты анализов. Я помню, буквально на следующий день, то есть все, она сдала и сказала, что я вам позвоню, приглашу на прием. Буквально на следующий день мы с женой пришли в магазин как раз, я после работы заезжал. И там, знаете, как обычно в супермаркетах бывает, то есть вот стеллаж с напитками, там соки, вода и напротив стеллаж с алкогольной продукцией. Естественно. И мы как раз с женой там то ли воду брали, то ли сок, я кладу в корзину, поворачиваюсь и смотрю, стоит вот эта пациентка передо мной, у нее вот так бутылка водки и бутылка пива в руках, и она на меня смотрит таким взглядом, как будто вообще не ожидала меня здесь увидеть. Ну естественно. А я тоже опешил, но как это было, как это вот так вот, считайте, анамнестические сведения собрал. Она так на меня смотрит, кивнула, я ей тоже кивнул, она поставила это все обратно на полку и ушла. В следующий раз, когда пришли результаты анализа в крови, ну там они уже обо всем говорили, и в принципе у нас дальше коммуникация складывалась более в правдивом русле, и сейчас на самом деле так же продолжают наблюдаться, не употребляют алкоголь, и объективно мы видим улучшение здоровья, да, и насколько я знаю, ребенка ей тоже отдали уже. Отдали ребенка, вернули, да, это очень здорово. Чуть-чуть отвлечемся буквально, не у вас спрошу, а про вашего друга-нарколога. Вы знаете, как обычно бывает? Я понял. Это я не про себя, это у меня друг. Вообще, наркологи, нарколог, он может выпить сам, вот врач? Может себе позволить условно вот тот самый бокал в неделю? Или это плохо для доктора-нарколога? Вот вы знаете, это такой вопрос надо было включить в топ популярных вопросов, совершенно просто забыл. Вообще, такой вопрос провокационный, конечно, и отвечу скорее на своего друга-нарколога, не буду за остальных отвечать. Скажу за себя, это знаете, как сапожник без сапог. Я алкоголь не употребляю, ни курю, ни сигареты, ничего абсолютно. Никак вообще, это прям табуированная история. Просто понимаете, когда знаешь, как это воздействует на твой организм не только, как все любят, говорят, печень у меня будет страдать, но и как это влияет на твои функции и умственные, то есть на работу головного мозга, понимаешь тот потенциал, который ты при употреблении алкоголя будешь терять. Зачем это нужно, если можно вести здоровый образ жизни и тогда использовать свой мозг на максимум, и это будет отражаться инфейероботоспособности, ну и, конечно же, и на твоем эмоциональном состоянии. Это как вы приводили хорошие примеры по бокалу вина, да, вечером человек вот выпивает или по два бокала вина. У меня был знакомый, который мне говорит, слушай, Жень, у меня в последнее время прям тревога сильная. Вот не знаю, что поделать, без причины есть тревога. Говорит, не знаю, с чем это связано, я с психологом пообщался. А я чётко знал, что он вечерами выпивал. Я говорю, так ты, может, прекратишь пить, и у человека, человек как будто бы на тот момент осенило, что, а, вот это оно было. Конечно, мы все понимаем, что цивилизация иногда, давая нам какие-то плоды прогресса, нас иногда пытается завести в тупик. Те же гаджеты, да, которые сейчас, в общем, меняют психику человека, меняют, как бы, возможность общаться с одной стороны, да, с другой стороны, та же самая цивилизация подбрасывает нам какие-то прекрасные подарки, и нас делает, нашу жизнь лучше. И в том числе, конечно, это и в медицине происходит. Вот у вас, в вашей области, какие-то новые разработки, новые открытия, новые препараты, в последнее время появившиеся. Расскажите о них, пожалуйста. Вы знаете, из последних исследований, которые я читал, касательно того, что генотерапия, алкогольная зависимость о том, что на обезьянах, по-моему, этот препарат испытывали, вводили белок, который, соответственно, кодировал изменения в работе системы подкрепления. Это на уровне генного изменения, правильно я понимаю? Да, 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 генотерапия. Алкоголизировали обезьян, им вводили какой-то препарат, который влиял на систему подкрепления. То есть у нас при злоупотреблении алкоголя, при сформированной зависимости, есть такой у нас нейромедиатор дофамин, который как раз и отвечает за удовольствие и страдает при заболеваниях зависимости. Страдает как его выброс, так и его обратный захват, так и рецепторы, на которые он влияет, увеличивают порог своего возбуждения. То есть, грубо говоря, если раньше выделялось определенное количество в нормальном объёме дофамина на рецепторы, то в связи с систематическим употреблением алкоголя рецепторы повышают свой порог возбуждения, так как дофамина больше на них влияет. В общем, дофамина было недостаточно, когда человек не употреблял алкоголь, и вот изобрели и протестировали точнее на обезьянах такой препарат, который восстанавливал выработку дофамина в достаточном количестве, что в итоге привело к снижению, или там прям длительное воздержание было от употребления алкоголя у этих обезьян. То есть обезьяна просто сказала вот так вот, как на забитом локате. Прям с отказом. Убери рюмку, я больше ни капли. Да, но стоит понимать, что это всё-таки обезьяны, они люди. При лечении наркологических заболеваний мы используем комплексный подход. Вот, кстати, вот сейчас вот вы бы меня прям опередили. Вот расскажите мне, условно там, у меня в семье практически там ни отец, ни его братья не употребляли, но, естественно, было в то время куча знакомых, которые прям в том числе были запойные. Их как-то лечили, условно, 40 лет назад. Как с тех пор изменилась методика лечения, и как вот, в принципе, в нескольких словах, как вот вы конкретно, вы и какие-то ваши коллеги сейчас лечите от алкоголизма? Какой-то комплекс это, это как там таблетки, это внушение, это разговоры. Вот просто в нескольких словах. Пациент первично обратился ко мне на приём в наркологический диспансер, то есть к врачу-психиатру-наркологу. Врач на приёме определяет тот уровень и объём помощи, который ему необходим на данный момент. Уровень надо определить. Насколько человек уже глубоко там. Да-да-да. Ну, соответственно, человек обратился, врач решает его госпитализировать в стационар в силу его состояния. Да, там он обратился с этим похмельем, с синдромом отмены алкоголя. Его госпитализируют в наркологический стационар, где путём психофармакотерапии, дезинтоксикационной терапии... Подождите, стоп. Путём психофармакотерапии. Это один палец надо было загнуть. Психофармакотерапии. Психофарматотерапия. Фармакотерапия. Что это? В двух словах. Ну, это использование таких лекарственных средств, которые вы знаете, наверное, нейролептики, антипсихотики, антидепрессанты, аноксиолитики и так далее, транквилизаторы также. Человеку, грубо говоря, восстанавливают его физическое состояние на тот момент, чтобы он чувствовал себя хорошо. Как только становится хорошо, сразу и возникает патологическое влечение к алкоголю. Вернуться, да. Я вылечился, да? Да, я вылечился, мне больше ваша помощь не нужна, поэтому помимо врачей-психиатров-наркологов также работают и психологи, и психотерапевты. После этого пациента маршрутизируют в отделение медицинской реабилитации, либо отделение, либо реабилитационный центр, где также пациент проходит реабилитационные уже мероприятия с другими пациентами. Всё это время пациент находится в стационарных условиях, то есть в условиях, которые априори исключают употребление алкоголя. То есть там он алкоголь не может употреблять. Так как он вечно не может там находиться, его выписывают, и дальше амбулаторная служба, диспансеры. 21 день – это хороший полный курс стационарного лечения. Но на этом же лечении пациента не заканчивается. Он также, как я и говорил, может дальше быть переведён в реабилитационное отделение. И вот на чём я остановился после реабилитации, когда уже человек возвращается в те же места, в тот же социум, в котором он употреблял, но собирается воздерживаться от употребления алкоголя. Здесь помогает служба диспансеров. У нас 12 диспансеров в городе Москве. Также есть городской реабилитационный центр, где пациенты дальше продолжают амбулаторно посещать реабилитационные мероприятия. Помимо этого, если у пациента возникает влечение к употреблению, он чувствует, что он может сорваться, врач на это обращает внимание, и также может его госпитализировать уже дневной стационар, куда пациенты приходят, получают соответствующую терапию, то есть они там не круглосуточно находятся. Наркологическая служба, она очень хорошо организована, то есть мы на всех этапах можем помочь пациенту прийти к выздоровлению. Как вы считаете, за последнее время процент выздоравливающих увеличился? Да, да, определенно это так. Да? Почему? Ну, давайте буду говорить четко про цифры по Москве, потому что даже вот если обратить внимание на нашу работу, работу диспансеров наркологических, во-первых, у нас есть четкая преемственность между стационарными звеньями и диспансерами, и амбулаторными звеньями. Также большее количество пациентов у нас начинает посещать диспансер амбулаторно, то есть когда он уже выписался из стационара. Большая приверженность к терапии происходит, и это все, я думаю, что благодаря как раз хорошей организации наркологической помощи. Здорово. Вот вы сейчас этим нас всех порадовали. Ну что, Евгений Александрович, я думаю, что, возможно, сегодня была одна из самых главных передач. Вы, возможно, помогли очень большому количеству людей, и с удовольствием за это от всего нашего коллектива, уже практически не пьющего, с данной минуты, вот вам такой подарочек. Спасибо большое. Традиционные классические конфеты доктору. Хотел бы как раз сказать, вы хорошо упомянули, что у нас как раз дестигматизация происходит такая постепенно на специальности врача-психиатра-нарколога, и все больше людей обращаются на более ранних этапах, никогда уже возникают серьезные проблемы с употреблением алкоголя, когда человек еще есть критика к формирующемуся заболеванию. Поэтому, конечно, не стесняйтесь, обращайтесь к наркологам, мы не кусаемся, мы такие же врачи, как и все. Я не зря в самом начале нашей программы сказал, что вы вообще не похожи на врача-нарколога в моем понимании. Но вот к такому, мне кажется, Евгений Александрович, что-то прям можно идти смело, и он действительно видно, что он не просто, не то, что он не кусается, он очень доброжелательный, очень хорошо все нам сегодня изложил, и большое вам спасибо за это. Вам спасибо. Серьезно было прям сегодня очень много нового и познавательного мы узнали. Это была программа «Доктор. Мне только спросить» на канале «Доктор». Меня зовут Сергей Белоголовцев. Я с вами прощаюсь. Впереди вас ждут встречи с очень интересными собеседниками, с прекрасными врачами, лучшими в стране. Мы зададим вопросы, возможно, животрепещущие, возможно, тревожные, но уверен, что получим на них жизнеутверждающие ответы. Я вам желаю счастья, здоровья, удачи и, самое главное, любви. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова